Здравствуйте, уважаемые друзья! На одном из каналов мы с вами вязали вот такого вот жука, который довольно-таки удачная приманочка для ловли головля, красноперки, не другой рыбы. Хочу предложить вам несколько другой вариант вязания этого жука, который не менее уловист. Крючок я беру вот такого типа номер 8, для того, чтобы у меня был здесь достаточный поддев. Слегка промажем клеем и крепим материалы. Желательно давать хорошо просыхать клею, для того, чтобы в дальнейшем наше тело не прокручивалось на крючке. Как всегда, по моему правилу, желательно использовать тот материал, который у меня находится под руками. При изготовлении вот паперов очень хорошо подходит вот эта стеночка, которая с изгибом. Просто берете вот так вот ровненько отрезаете, и у вас уже почти готова спинка жука или другой личиночки, которая имеет хороший изгиб. У меня была полосочка вот такой пенки. Я взял ее, слегка подкрасил, так как жука я буду делать черным. И будем вязать дальше. Значит, в качестве крылышек, которые обычно при приземлении на воду остаются у нашего жука, я беру вот остаток такого перышка гризли. И здесь же буду крепить у загиба. Посмотрели, достаточно. И теперь, для того, чтобы мне их развести вот так в сторону, я промотаю снизу, подыму все перья. И у меня хвостик, остаточные мои крылышки жука, как раз хорошо смотрится. Промажем клеем. И в этом месте я отрезал две полосочки блестящего вот такого материала, который используется при изготовлении личинок чешских нимф. Если у вас такого материала нет, можете не вдаваться в эти подробности, а просто изготовить без этой пленочки. И в месте крепления хвостика я также буду крепить ее сверху. Отворачивает. Слегка развели в сторону нашу пленочку, так, чтобы можно было потом равными частями обогнуть спинку моего жука. Вот приблизительно вот так должны вы развести в сторону. Оставляем здесь. Берем нашу пеночку. Промажем еще клеем. И стараемся, не подрезав нашу пенку, ее здесь закрепить. Нить должна быть достаточной толщины. Закрепили. И теперь спешка здесь ни к чему. Давайте мы подождем, пока наш клей прихватят. Клей наш подсох. Пенка хорошо закрепилась. У загиба, там где я крепил пенку, я подобрал вот такое перышко гризли. Вы можете подобрать любое маломальски подходящее для вязания сухих мушек. Мук для с курицы не совсем подойдет перо, так как оно более мягкое и будет быстрее намокать наша мушка. Теперь я возьму, здесь сделаю даббинговую веревочку, обыкновенным даббингом с подшерстка белого, который у меня остается. Вы можете взять любой другой оттенок, серый, оливковый, так как брюшко нашего жучка мы будем изготавливать ближе к оливковому цвету, так чтобы не сильно проявлялось потом наше тело. Много даббинга наносить нет смысла, потому что жук потом будет утрачивать свою плавучесть по мере намокания. Можно промотать, если есть у вас полипропиленовое волокно или же допустим даббинг полипропиленовый, тоже очень существенно. И слегка придадим конусность нашему телу. Не доходя примерно миллиметров 5-7 до колечка, Я останавливаюсь, так как там мы будем формировать с вами уже голово-грудь нашего жука. И останавливаемся здесь. Останавливаем нить в районе груди, и я возьму немножечко вот такого даббинга, зеленого, ближе к оливковому, и белого. Дабы не наматывать все тело, я обычно это делаю перед намоткой пера, просто прикладываю вот так. И после этого начинаю производить намотку пером. Наш даббинг как раз хорошо прихватывается перышком. С равным шагом. Дошли до крепления груди, здесь крепим наше перышко и отрезаем. Как видите, даббинг сам рассредоточился по нашему цевью блестящей и достаточно хорошо сидит. Теперь нам необходимо с вами подклеить, промазать клеем нашу пенку и закрепить в районе груди. Промажем по середочке, сильно не увлекаемся. Переломили. И как видите, у нас уже спинка нашего жука почти готова. Прихватили, пока ничего не отрезаем. Вот в таком положении остается наш жук. И теперь небольшим количеством клея я наношу его на нашу спинку, чтобы хорошо прикрепить ту пленочку, которую мы оставляли у загиба. Беру с одной стороны, подтягиваю, прихватываю пленку и с другой стороны. И у нас вышла вот такая симпатичная блестящая спинка. Если у вас, я повторю, нет подходящего материала, можно спокойно вскрыть лаком для вязания мушек черным цветом. Эффект будет почти такой же. Здесь добавим пару капелек клея, чтобы хорошо прихватить нашу пленку. И там, где мы будем отрезать и формировать нашу голову, промажем немножко клеем. Пока будем привязывать лапки, наша пленочка подклеится. Вот так. В качестве лапок я буду использовать остатки резинки, которая достаточно подвижная, используется при изготовлении носков. Прихватываю парочку с одной стороны, подравниваю их. И парочку с другой стороны. Подравняем. И теперь я окончательно подмажу нашу нитку клеем. И здесь сделаем завершающий узел. Вот так. 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 Вот так. Нам остается только лишь подрезать, где будет наша голова. Вот так слегка подровняем. Вот так слегка. И теперь нам остается подрезать все волоски, которые у нас находятся на брюшке. Вот так слегка подровняем наше перо и я сниму сейчас. Как вы видите, я подстрих все волоски из пера для того, чтобы была у меня своеобразная форма брюшка. Можно оставлять в таком варианте, можно в таком варианте. Но в цвете оливки и использовании вот такого стиля изготовления жучка, он больше напоминает майского жука, который упал. Вот и все. Просто в изготовлении материалы можете менять, как вы захотите. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует...